Здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре будет тюнер автоматический от компании ICOM. Называется модель AH705. Это специальная модель для трансивера IC705. То есть она выполнена в таком же компактном размере, как и сам трансивер. Подключается, ну то есть управляется полностью с клавиатуры трансивера. Подключается, может подключаться к ней коаксиальная линия, либо линия длинный провод, так называемая. В комплекте поставки идет сам тюнер, разъем для подключения антенны, такое вот крепление к мачте и набор кабелей. То есть BNC, BNC разъемы для подключения именно сигнального провода и джеки по 3,5 мм для подключения трансивера для управления тюнером, то есть для автоматической настройки. По техническим характеристикам давайте я вам тогда подскажу все или покажу документацию. Вот если видно, то следующее, значит от 1,8 до 54 мегагерц антенна настраивается, но имейте ввиду, что 1,8 мегагерц обеспечивается на антенне длиной длиннее 30 метров. Если 3,5 мегагерца будет использоваться и выше, то можно использовать линию 7 метровую. Максимально подводимая мощность у данного тюнера 10 ватт, естественно сопротивление 50 ом. Далее, время настройки автоматическое от 2 до 3 секунд, обычно максимально 15 секунд. Потребление либо 3 вольта от 2 батарей 2А, либо 13,8 вольт можно подать, постоянное питание, ему есть разъем. Потребление в дежурном режиме или в режиме обычной работы, не настройки 1 мА, в режиме настройки 300 мА максимум. Рабочая температура от минус 10 до плюс 60, КСВ обещает производитель 1 к 2, не более. Ну и все, габариты 190 на 105 на 40 миллиметров, вес 450 грамм без батарей. Я сейчас тогда вам корпус покажу и подключимся, покажу как это все дело управляется. Так, полуразъем, это вид снизу, подключение кабеля коаксиального через разъем BNC, это идет на трансивер, под резиновыми заглушками, джек 3,5 миллиметра для управления тюнером, кабель тоже в комплекте, как я вам уже показывал. И еще одна заглушка, это подключение внешнего питания 13,8 вольт. Сверху у нас клемма заземления и антенный разъем UHF розетка стоит. Сзади крышка для установки аккумуляторов и крепление для установки держателя, чтобы закрепить тюнер на мачту. Весит он очень мало, ну то есть 400 грамм, да, как я уже сказал. Выполнен корпус из пластика, пластик очень крепкий, я думаю, никаких проблем там с погодными условиями, даже если он будет стоять где-то на улице, быть не должно. Так, подключение, смотрите, все делается очень просто, то есть подключается в антенны вход BNC разъем. Так, далее подключаем микрофон для проверки КСВ, батареями будем питать сам тюнер, а не внешним питанием. То есть 2 батареи, 2 контроль у нас получается подключается с правой стороны, там есть обозначение как раз контакт тюнера. В качестве антенны будем использовать обычный полевик P274, вот тут у нас 30 метров, но мы разбросим его метров на 10, наверное, для того, чтобы на 3,6 попринимать. Сейчас подключим, длинная линия, кстати, подключается через разъемчик, но не на центральный контакт, а именно на оплетку проводник подключается. Сейчас мы полевик тогда туда зацепим и включим транссивер, проверим. Так, смотрите, как все настраивается. То есть подключили мы тюнер, полевик разбросили буквально метров на 5-7. Теперь в меню на второй странице выбираем включение тюнера. Вот у нас горит сейчас на дисплее, что настроен. Ну давайте мы вот поменяем, например, на 3,6, да, и буквально нажимаем на микрофоне на передачу, и автоматически происходит настройка на эту частоту. Вот таким образом настраивается. Мы специально включили КСВ, смотрим, что будет на этих частотах. Как видите, на центральной частоте, да, фактически у нас нолик, да, ну то есть единичка, в смысле идеальный КСВ. И здесь вот на удалении 10 кГц тоже буквально 1,2 КСВ. То есть без проблем все настраивается даже на такую короткую линию. Но сейчас попробуем послушать тогда, что мы можем принять на частотах 3,6 МГц. По троестам оказались более 9 миллиардов долларов приезд первого фантазского центра банка. На шутенской группе с тем механизмом индивидуального включения санкции, однако Пекин оставил на полном случае направления средств на гуманитарную цель. Итоговый вариант резолюции отражает китайскую позицию, но ведем только на год. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Можно сюда прием? Спасибо за проведенное Киевсо. Здоровья пожелаю приветствовать с новогодними праздниками с наступающих. И теперь три до будущих радио до свидания. До свидания, Левась. Спасибо. Отключить принимаю. Роман 6, Дина, Дина, Борис, прием. Противление, Киевсо, Галина, Знак, Роман 6, Дина, Дина, Борис. Спасибо большое за место на червозы. 5-8, 5-8, громкий сигнал Александр, около Краснодара, Санисса, Ладовская. 5-8, Александр, Саша, Санисса, Ладовская. И жители в отриезжали знак, Роман 6, Дина, 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 Борис. Ух, это кухни руси, кухни вождоны, кухни хит-геги. Че? Да. Да, да, да. Да, 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 да. Киевсо, Галина, Борис. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь полностью спектр заполняется помехой какой-то... Сейчас еще около 9 часов вечера, поэтому, видимо, вот видите, сейчас всплески идут... Это помеха промышленная какая-то лезет по всему спектру... Но и принимать, конечно, некомфортно... Когда помехи этой нет, то без проблем все принимается хорошо... Такие дела... Так, ну ладно, давай, работай пока... Да, пока, ребят, здоровья всем, ну давайте, ну да, мы успехом... Сидяйся с антеной, блин, ну какой мороз... Вот, видите, какая помеха была... Вот, видите, какая помеха была... Только что Сочи был на... Сколько здесь расстояние, километров 300 примерно, да... Принимали без проблем... Ну, в общем, на этом тогда закончим сегодня с тюнером AH705 от iCom... У кого вопросы есть, задавайте их в комментариях... Кому видео было полезным и понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал... Это Vivo Telecom, всего вам доброго, до свидания...